С вами Шторм Студио, и также с вами Жотом. Привет, Егор! Ну и, собственно, у нас Дота 2 Чемпионс Лига. Дота 2 Чемпионс Лига начинает свою решающую, завершающую стадию перед лан-финалами. И это плей-офф европейской стадии, в которых у нас играют Team Empire против Power Rangers. Четыре команды, Empire, Hellraiser и Nib, в сетке Double Elimination будут биться между собой за два оставшихся слота. Насколько я понимаю, все матчи Best of 3, за исключением двух финалов. Соответственно, двух матчей вот именно за выход в плей-офф, которые сыграны будут по системе Best of 5. Ну и, в общем-то, все у нас турнирные перипетии остались позади. Турнирные перипетии с точки зрения групповой стадии. Ну и все начинается с чистого листа. Ну и, собственно, первое, что хотелось бы обратить внимание на состав команды Power Rangers. Если Empire у нас играют в привычном составе, то у ПРов Чешир, Дитяра, также у них Джеймс, Кингер и некто Акаши Сиджура. Я вот не помню, кто это. А, Санлайт. Ну, в общем, Санлайт и Кингер. Жотом поиграл немножко за ПРов. И, в общем-то, может быть, сможешь нам что-то приоткрыть, какие-то завесу тайн над мыслями игроков, что ли, здесь. Или, в общем-то, какие-то сильные и слабые стороны команды Power Rangers вот так вот со стороны от человека, который был изнутри. Ну и, собственно, что скажешь вообще по этому поводу? За счет чего здесь ПРы могут вообще потащить и какие у них шансы, на твой взгляд, против Империи? Ну, на мой взгляд, у них шансы меньше, чем у Империи для победы. На победу в этом матче по первым двум пикам, ну, по мете вообще современной, я предугадал, что они возьмут против Винги, Тренд, Шадоуфинд. Но, честно говоря, ПРы так не играли. Они Трента, если и брали, то, ну, в общем, к Тренту СФ это немного не их стезя. Вот больше по их части было через какого-то Зевса поиграть. Но вот так вот, мне кажется, это немного не... А почему больше через Зевса? Ну, в чем их стиле, особенность его заключается вот именно? Почему Зевс? Ну, последнее, почему мы брали Зевса еще, когда я там был, потому что Зевс это герой не очень сложного исполнения. И поэтому мы его брали. То есть там какие-то проблемы... Ну, я так понимаю, это из-за того, что состав... Поэтому мы брали этого героя. Ну, просто там обычно получалось, что при пике Зевса второй герой, он такой, типа, сложный более-менее. А если мы берем, например, к Трент плюс Шторм, то получается и Шторм не самый простой, и еще и там Керри получается не самый простой. И не достигали консенсуса в некоторых ситуациях. Игроки на коррелях, кто-то считал, что играет другой на этом герое не так, и вообще нужно что-то... Ну, короче, чтобы этот человек не играл на этом герое. Короче, Лебедь, Рак и Щука получался, да, такой своеобразный. Не довольны были исполнениями друг друга на определенных героях, поэтому было принято решение брать героев попроще. Чтобы один был попроще, один посложнее как-то. Ну вот сейчас СФ это будет в мид от, скорее всего... Хотя я не знаю, как там нынче Санлайт, может быть, на СФ ходит. Ну, наверное, Санлайт будет. В мои времена на СФ ходил Дитяра, и мы с Шачлой брали какого-то Слардара на легкую. А в принципе Слардара мы можем даже увидеть. Я так думаю, могут они забрать и его. Как раз хороший герой для того, чтобы с блинка врываться на Дроу Рейнджер. Ну и на Клапу, собственно. Ну, вообще, какой-то интересный... Ну, если да, если тренд-саппорт или он-саппорт, то, в общем-то, Слардар вписывается не так плохо. Ну, а имперцы, увидев Бруду, немножко так подзависли, что ли? Да, у них просто получается вингадровка. Это сомнительная линия, чтобы стоять против Брудмазера. И ПР воспользовались этой уязвимостью на изи-лайне от Эмпайр и взяли Бруду эту сразу же. Потому что я уверен, что Эмпайр банили бы на пятый бан Бруду. Потому что без какого-то АОЕ стоять, в общем, не очень сложно. И сейчас они как раз думают, кого же нам взять, чтобы эту Бруду как-то законтрить. Либо это какое-то АОЕ вроде Сент-Кинга, может быть. И они могут вообще пойти, например, Триплой в сложную, а Сент-Кинга отправить в Соло стоять против Бруды. Ну, как-то так вообще. Извернуться. А могут сейчас взять какого-то героя с скилл-потенциалом для того, чтобы Дубрудмазера пытаться, если поймать, то уже не отпустить. Ой-ой-ой. И вот это может быть действительно Трипла с АНДАИНГом. Ну, скорее всего, так и есть. Все-таки АНДАИНГ, он так и берется обычно. Нет, ну это может быть еще Дубла с АНДАИНГом на сложную. И Дубла, Винга, Дровка, но это выглядит очень смешно против Брудмазер. Понятное дело, надо что-то с ней делать более кардинальное. Скорее всего, это будет Соло-герой. Сент-Кинг, возможно. От Йоку. Ну, Сент-Кинг стоит великолепно против Брудмазер, что и говорить. Акс уже в бане, поэтому на месте ИПРов я бы банил этого самого Сент-Кинга. Да там много вариантов. Там есть Брюмастер, на самом деле, который тоже хорошо стоит. Есть Тайтхантер, который хорошо стоит. Поэтому здесь особо вот Соло-героя против Бруды выбирать. Ну, не забанить его, слишком мало осталось. Ну, это еще просто немножко под Йоку. Просто Йоку любят на инициаторах. И Сент-Кинг вот прям хорошо вписывается под его стили игры. Брюмастер и Тайтхантер тоже, но у них длинные кулдауны врывов и активностей. А Сент-Кинг может всю игру этим заниматься. Ну, у него тоже большой кулдаун ульта, но он типа как со своего стана летает. Он постоянно может отсутствовать где-то и угрожать тем, что его на карте не видно. Если на карте не видно Брюмастера, у него кулдаун ульты, ты его не особо боишься. Ну и Сент-Кинг тоже самое. Да, собственно, плей-офф в Дота 2 Чемпионс Лиге у нас будет сыгран молниеносно. Если верить расписанию, оно вроде как уже почти утверждено, то 22-го числа уже все закончится, я вот так смотрю. То есть у нас сегодня одна игра, завтра две игры, соответственно. И послезавтра у нас, боже мой, два БУ-5. Такого еще не было у меня. Два БУ-5 на одном турнире. Тебе нужно комментировать оба БУ-5? Ну, если не будет параллельных матчей, то в принципе да. Это играть-то сложно. И знаешь, после этого типа финал БУ-7 какой-нибудь. Но его, конечно, не будет, потому что это матч за выход, по факту. Но китайцы... Вот мы вспоминали, 1-го января был в свое время. Матч БУ-7 между IG и... Нет, подожди. Между ДК и Ньюби, по-моему. Или кем-то. Ну, короче, когда ДК 0-3 проигрывали и выиграли 4-3. Да, да, было дело в самом году. Вот так вот. Забирают Фантом Лансеров. Все-таки Тайда отправили в бан. Посчитали, что он самый сильный против Бруды. И самый неприятный вот этому пику. И забрали ПЛ-а. Никаких Слардаров у нас не будет. Это хороший герой для того, чтобы в случае агрессивной триплы от Empire как-то сопротивляться ПР-ам. Потому что они могли взять кого-то Слардара, действительно, который вписывался под пик. Но на линии бы он был очень плохо. Мы посмотрим, что возьмут имперцы. Прошли, они на годние собрались. Кто собрались? На годние. А, ну вот, да. Да, и будут ставиться лайны, потому что я уверен, что будет попытка обмануть друг друга. Интересно, что же все-таки произойдет. Это может быть вообще Пэйл с Леоном отправляется вниз. К трену где-то бегать. Брудмазер будет стоять на топе. В общем, такое. Заставим со суппортов. Им хотя бы одного, заставить их встать даблами. В общем, что-то, я думаю, и такое сейчас ПР исполнит. Потому что отправляться Брудмазер против Сен Кинга и стоять с триплой, я думаю, это им в минус. Я думаю, что они не будут на это идти и встанут как им лучше. То есть, будут заставлять саппортов Empire передвигаться по карте. Да, тут линии действительно но я думаю, что все-таки может быть какой-то хитрый мид мы увидим в данной ситуации. PSF его должен найти, вроде бы это лучший вариант, но может быть что-то что-то у нас изобретут. По факту здесь самое... Самое главное, ну да, я тоже так подумал, что нету никакой связки. Но видели мы от аликов, например, от тех же там, какого-нибудь Sven Skyrassmage мид. Что-то такое. Против, кстати, той же самой квабы было и тяжело. Это нормально. А тут все-таки, наверное, Пейлом, Леоном ты никого не убьешь. Ну, пожалуй, что да. Да, Пейл у нас передвигается без шагов. Просто скользит. Как будто его тянут. Добавный баг. Интересно, с чем он вообще связан? И когда его пофиксят? И пофиксят ли вообще? У тебя тоже Пейл так скользит? Да. На сноуборде. Ну, все, побежал. Побежал Пейл и увидел всех. Если у нас... Нет, нету ледяной стрелы. Да и, в принципе, бессмысленно здесь его оцеплять, потому что у него есть Доппельгангер. Но он вкачает в любой момент Доппельгангер. И уже никак его не зацепишь. Кстати, обратите внимание, у Empire Silent взял квапу и в мид пойдет резолюшн на дровки. И это будет криплайн с квапой. В принципе, в этом есть смысл, потому что если заставить перетянуться... Вот если бы сейчас Пейл... Пэры... Пейла отправили на топ вместе с Леоном и заставили бы перетягиваться с упортов, то дроурейнгер, которая стояла бы на агрессивной трипле снизу, ей было бы неудобно без двух супортов. А если там стоит квапа, то в принципе ей не особо критично. Один там саппорт, два саппорта. Может вообще никто с ней не стоять, она там нормально себя будет чувствовать. Майндгеймс. Так что вот Empire как раз рассчитали эту игру ровно на том уровне, про который я говорил, если бы Пэры отправили даблу на топ. Но Пэры решили не заморачиваться и дефолтно поставить лайн. Да, в итоге квапа покажется здесь с сандайингом. Возможно, некоторое время он ей поможет, а может быть вообще отсюда свалит. С другой стороны, куда ему валить? Сверху бруда. Да, ему валить некуда. Хотя там на топе на топе дабинга вообще не особо нужна. Там с сандайинг и сам отлично справится. Вообще да. Ну так, поставил вард. Возможно, будет что-то отводить в начале. Просто пока что немножко погоняет бруду, да, с сандайингу. В начале небольшой буст, чтобы он уже наверняка свою линию отстоял. Мы видим, что пока что Йоку вкачал стан. Взял себе сразу топорик. Вот это хорошее решение мужское. Не, нечего стесняться. Ты просто берешь топорик и у тебя все круто. Вообще, кстати говоря, вот так вот я подумал и венгард стоит, она... Она может получить второй левел и когда пойдет, например, отводить, у нее будет шанс убить эту самую бруду. Когда сандинг, например, левел 3 и он вкачает не сандшторм, а вкачает, к примеру, твою пассивку и с помощью нее будет убивать бруду вместе со станом венги. Вот я думаю, примерно так сейчас и думают. Не думаю, что будет там стоять слишком пассивно сандшторм и будет там качать скиллы сразу в сандшторм, например. Вот у него сейчас будет левел 3, я думаю, что у него стан будет прокачен, а дальше это уже по ситуации. Возможно, действительно, нужна будет пассивка, чтобы пытаться сделать фраг. Ну, вообще, пассивка, конечно, интересная у сандшторма. Там, помню в свое время, когда дота у нас делала первые шаги с 10 миллионам долларов на главном турнире года, там были интересные линии, типа БХ Санкинг, и Санкинг просто делает по одной тычке по каждому крипу, дает стан, убивает одного, по цепочке лопаются все остальные и делает фраг, потому что урона там влетает очень много. Да, Санкинг просто очень хороший герой и стоять против него очень и очень неприятно. Но это довольно недавно относительно времени доты и человеческой истории. Сделали Санкингу 8 секунд дирейшена на пассивке, раньше-то она была всего 2 секунды. А когда ее сделали? То есть это у второй доти было? Ну, года 3 назад, наверное. А, ну, довольно давно. Ну как довольно? Ну да, давно-давно. И уже там существенно времени прошло, чтобы об этом многие и не помнили, а многие вообще не знали. Ну вот он качает все-таки эту пассивку. Наносит она немало урона. 90 на первом левеле, 220 на последнем. 220 с каждого лопнувшего крипа ну, под действием этой и убитого вообще, добитого. Так можно неплохо полопать по цепочке всех, как я уже описал. Ну, посмотрим. Здесь, конечно, Бруда должна знать, что вот там эта пассивка должна играть аккуратнее, ставить свой сентри. Очень удачно ставит, так что Санкингу здесь ничего не сделать. Он теряет кучу хитпоинтов. Ну, кстати, Санкинг вообще респект за такой закуп. Он взял себе и щиток против бруды, он взял себе и топорик, чтобы добивать крипов и ничего не пропускать. И стоит здорово. Ну и снизу, как мы видим, линию у нас стоит в принципе неплохо. Ну, вроде бы так, визуально, но по крипстату 3-0 у Фантом Лансера, а у КП-19-7. Я не понимаю, почему не агрессирует дерево вместе с Леоном, потому что вот у Леона сейчас фулл мана на 3,5 минуте и у их ПЛ 4 крипа убито, а у КП-19-7. У КП-19-7. У вас ресурсов больше, чем у врагов. Вы должны этим пользоваться, чтобы давать фарм вашему керри, а ваш керри стоит и... Ну, тут уже ресурсов у кого больше, такими темпами может быть больше империи. Да, уже немножко поздно. Надо было на втором левеле или даже на первом, да, желательно вообще на первом было выходить, там, этому дереву лаковать, у него много хп, у него большой урок, стычки, и возможно, было бы неприятно в первом левеле, то есть у нее либо блинка нет, либо ножа нет, поэтому она не очень опасна в стычках таких, особенно против трех героев. Лансер может вкачать копье, которое там замедляет, и будет бить с руки. Так что, вот, я думаю, что на первых левелах ПР-ы действовали неправильно, поэтому у них лань сейчас очень в плачевном состоянии. Полная задница у ПР теперь на этой линии действительно тут ничего другого и не скажешь. Да, и просто стоят смотрят на клопу. Лансер мы видим без топорика. Ну вот, нападение, но он дайн уже с тамбой, Клопа просто уходит, пошел Ливинг Армор, но здесь Леон может и не уйти, за ним бегут зомбари. Ферст Блад тем временем забирает у нас Шадоу Финд на миде на Дроу Рейнджер, падает также Тренд Протектор, и Фантом Лансер под дротиком, ну что, уйдет или нет? 60 хп, 40, да, надо донайть, 20, донай, последний тик, и разбивает лицо своему Фантом Лансеру, потому что по-другому никак, а тем временем Брудмазер у нас Брудмазер у нас делает киллы, забирает Вингу, неплохо, Сен Кинг под коп, да, что-то ПР это на самом деле очень недурно провели, вот сейчас заденали одного героя, на нижней линии все плохо, но сверху Бруда сгрызает Вингу, и мы видим в очередной раз, что Винга здесь нафиг не нужна, а на миде у нас Шадоу Финд забирает дровку, и дровка здесь нафидела, причем она умерла в такой неприятный момент, когда там шла драка снизу, и драка сверху, а сверху драка все-таки, ну, дополнительный дэмэдж Винги немножко дает за счет ауры, поэтому умирать, конечно, здесь не самое лучшее решение было, да и в любом случае умирать не самое лучшее. Я еще посмотрел на хп СФ, а после этой стычки у СФ было практически фулл хп, я немного не понял, как это произошло, моя камера была в этот момент снизу, и вот, кстати, ПР, они напали снизу, они напали на квапу, у которой уже есть ПТ и левел трибл, то есть, что мешало сделать им это раньше, потому что они слабее не стали, второй левел Леона, как бы, ну, серьезно, они слабее не стали, враги стали так сильнее, и вот если бы ПТ там было на силу у квапы, то вообще, что мы не пытались сделать, потому что, когда они пытались убить, у квапы было... Сенкинг, большие проблемы здесь у Йоко, и он умирает. Да, что-то Бруда-то огнет этого Сенкинга, мы видим, что Крипстат, конечно, потрясающий за счет пауков, но, в принципе, так много, она его не нафидела, тем более, сейчас забирает, и все вот это вот, весь вот этот профит, он весьма сомнительно выглядит, полученный на данном лайне. Вот так так, Power Rangers пока что ведут у нас, нападение снизу, ну, снизу у дитяра большие проблемы, конечно, здесь ему тяжело будет явно. Подходит СФ, но... не знаю, что он здесь собирается делать. Что, да, он станет кайлами будет, тут просто нечем зацепить даже, разве что, Анденга можно попытаться зацепить. Видимо, да, за счет замедления копья будет пытаться с двух кайлов и парой тычек, но Ван Дайнка бегает. Просто как чемпион вышел. Просто вышел как чемпион. А на миде? На миде, что с дерева, вышло, получать экспириенс. Тоже вышел как чемпион. Да. И только сверху у нас Йоку сейчас будет больно, но он дает стан, и... А, прыгает, елки-палки, бегут за ним, последняя тычка его загрызла. В итоге, это брудмазер. Да, ну, было близко. На самом деле, сделаю на одну какую-то тычку, там, по пауку больше, лопнись пару пауков, было бы все очень-очень неплохо. Однако, Empire у нас в целом, пока что, действует неплохо. Phantom Lancer, пятый левел, ставит ему тамбу прямо в лицо. Он бежит, очень неплохо и выйдет. Не, по-моему, не за ивенил он уродный. А, вообще его не за ивенил, да? То есть, он как-то... Disjoinable? Или как это называется? Я сейчас что-то призадумался, но я... Я на практике с этим не сталкивался, честно говоря, но вообще, по-хорошему, от скрима увернуться так. Ну, да не, да, наверное, можно. Но это как у ворот пака. у ворот уже пака можно. Ну, вообще, да. Не, ну, просто, например, копье Phantom Lancer раньше было, оно было такое, что от него было не увернуться вообще никак. Да нет, тут скорее дело не в механике увернуться, не увернуться от скила, а увернуться, смотря каким скилом. И вот, как раз-таки Дупельгангер, он сродни Ой-ой-ой, тренд. Вот это тренд зашел сейчас. Подходит венга. Empire тут просто на Рошана нападают с дабл демджем, забирают его, три у Райсбенда. ПТшечка на Агилити, плюс сколько к урону? Плюс 38 к урону, но это не считается. А, нет, это считается, боже. У него же ежи дабл демдж не дает никакой прибавки. Санкинг продолжает фидонить Леона на левел, у Леона уже 6,5 левел, и если Санкинг бьет еще раз, то Леона его убьет с двух скиллов. Йоку там, видимо, разморило, я не знаю, что с ним произошло. Он Space Created. Ну, учитывая, что как бы с линии никто и так не уходит, он Space Created. Это я не знаю, это все равно, что Space Created в картонной коробке. Просто никакого не создает. Ну да, тут немножко подфидел. Сейчас может быть фраг на зомбаре. Ну что, зомбарь тут отбивается из последних сил и ведь отбился. И так много маленьких зомбачков бежит сейчас за ПЛ-ом. Тамба кончится нескоро и его замедляют. Он пытается уйти. Зомбачки дают... Дают тычки, замедляют. Ну нет, нет, ушел. Да, забавно. Забавно, если бы его здесь все-таки убили, загрызли эти зомби. Такое бывает в доте иногда. Ну и Санкинг перетягивается вниз. Понял, что он нафидел слишком жестко сверху. У него, конечно, все есть. Для того, чтобы снизу поставить. Веры могут убить Вингу, если ли он зацепит, но ли он не достает. Если Винга не развернется. А вот что себе хочет купить Ширский кот? У него 3000 денег, он мог себе купить Миндаст, но он, видимо, не торопится. Он, видимо, просто понимает, что Эмпайр сейчас будут реализовывать свой Аегис и Тамбул и будут пытаться... Ой-ой-ой-ой-ой. Много дэмэджа по бокам. Свап Леона. И тракт 5х5 под Тамбой. Вернее, даже не 5х5, она невыгодна для ПРов. Ну, тут в итоге ПР просто забирают один в один и уходят. И абсолютно нормальный размен, потому что просто стянули всех героев на топ. Правда, сейчас большие проблемы могут быть у Бруды, но Бруда у нас валит. Очень вовремя. Да, и за ней уже не угнаться. Так вот, про что я хотел сказать. У Бруды сейчас все еще 3200 голды и... Я говорил про Медас, которым обычно покупают Бруда первым айтемом. Вот в этой игре Empire могут реализовывать свой хороший пуш-потенциал и Тис, Тамбой и Аегисом в рейнжовых героях просто бить вышку и поэтому на драку хочет купить, скорее всего, чешевский код себе айтем и вот он думает, нужно ли ему Некрая или, возможно, не знаю, какой-нибудь Орчат. Что-то на драку будет брать, потому что если он купит семи Медас, то Empire очень быстро сломает кучу вышек и ничего с этим Empire поделать не могут, потому что дерево это 4-го левела вообще не герой для драки. Леон нормальный герой, Phantom Lancer как бы не герой, особенно учитывая его сейчас фарм. Это какой-то фит пауками идет пока что исключительно, то есть Бруда вообще ничего на этой линии не сделала вот в данный момент. Silent пакуется через барабаны, будет таким плотным плотным игроком, а SF выходит у нас в китайский билд. Sunlight показывает, что смотрел он немножко китайской доты, видимо. Может быть, просто хочет Мекку. Ну, как ты сказал? Ой-ой-ой, какой свап и Сайланс и бьют с руки и какая просто шикарная атака. Ну, да, тут SF без разведки и в этом-то вся причина. Причина всех бед вообще. Его свапают под вышку и убивают. 6-7 снизу. Забирают у нас Леона. тут Йоку получает Хекс, но у Йоку уже ВГ. Он так собрал против Бруды, но на самом деле против Бруды непонятно, когда он вообще стоять еще будет. Но самое время лететь на топ, мне кажется. Нет, топ уже падает. В любом случае с ВГ пробить будет тяжело. Да, Бруда будет покупать у нас все-таки Сайланс. Сайланс на Бруде. Что-то так смотрю, уже постфак на пик ПР и Пик Эмпайр и понимаю, что у ПРов вот сейчас на конкретной этой минуте они вообще ничего не могут сделать, кроме как Брудой попытаться пушить, но у Эмпайр есть Син Кинг и он обычно это может нейтрализовать. Они не могут пушить вышки, они не могут драться. Во всех аспектах пик Эмпайр сейчас сильнее. и у ПРов видимо была задумка на то, что они протянут до какой-то определенной минуты, когда и у Фантома что-то появится, и у Трента, и у СФа, но имперцы до этого момента должны были играть очень пассивно, но они мало того, что хорошо отстояли линии, так еще и сейчас делают фраги, если бы не при смерти Син Кинга на топе, то у ПРов бы вообще не было никаких вариантов что-либо делать. Ну да, он откровенно нафидел Леона и слил вообще свою линию, по факту линия-то линия, которая бралась ласт пиком, чтобы законтрить бруду, она эту бруду еще и нафидела. Опа, Резоль. Это минус Айгл сейчас будет? И будут ли спасать? А тут спасать-то некем. Только Ауха подойдет, но в принципе он может подойти дать тамбу и похилять резолюшн, и может быть что-то произойдет, но скорее он не с товарищем умрет. Ну, у него нету хила, поэтому он умирает, он умирает также дадюшин. Салент, прыгает, Салент. О, что они делают? Это сейчас минус 3 будет. Просто минус 3 уходит. блин, откатывается. Откатил, ушел. Пасся. Но это было очень близко. А брудутия временем продолжает пушить топ. И он это с помощью зомби, но все же этот врыв казалось бы суицидальный, а Салент был не так плохо, как он выглядел на первый взгляд. Ну, хотя бы кого-то разменял, с другой стороны, если бы он умер там еще и сам, то это вообще был полный провал. Бруда сверху почти спушила тавр, у него есть уже Сайланс, выходит сюда Санкинг, она его видит, он ее тоже видит, дает Сайланс Квапе, чтобы Квапа не кастовала, у Квапы нет ультимейта, ну и в принципе Бруда отсюда уходит. Подходит Винга, есть в центре. Ой-ой-ой-ой! Да, тут стояла центря вместе с Апсом у Эмпайра и как раз по ней пробежала Бруда. Да, очень неудачно получилось. Мне не повезло, тиширу, он мог побежать просто по линии, он побежал как раз по лесу. Он там уже, по-моему, понял и понял, что он не уходит никуда, потому что из-за того, что стоит не просто сентри, а еще и обсервер, его стало видно, его видела Квапа и, ну, пока тебя видят на Бруде, ты не можешь ходить через елки. Нет, когда урон проходит, они когда видят. Когда урон проходит, да. Уроки механики. Там ракета Коверка, например, полетела. Специально для Мейлшторма. Я думал, что когда этот, когда Вижен есть, либо просветку, когда... По-моему, один пачек такой, что вроде так, как просветка, но, по-моему, сейчас урон сделали, чтобы... Можно почитать. Если вы получаете урон, то через препятствие в течение 6 секунд. Да. Ух, так это вон, как даже написано. Руководство юного брудиста. Алоха. Ого. Алоха, ты приехал. Что-то Empire у нас пошли по наклону и все преимущества слили. Вы что? Так же нельзя. Это же плей-офф Dota 2 чемпионс лиги. Алло. Нужно выкладываться на полную. Но, видимо, именно поэтому ИПР у нас тут. Ух. Собрались. Dota 2 чемпионс лига. Ой, Сен-Кинг уже разрушил. Ой, ой, Сен-Кинг, что творит? Венга дает стан, тренд овергроз, бежать, бежает спасаться. Стана нет. Как хорошо. По-моему, Йоку сейчас реабилитировался несколько за свою начальную линию. Ну, так вот, слегка. Самую малость. Да, ну, там. В Эра просто стояли два героя в линию и били вышку. Тут на Сен-Кинге как бы не мудрено так сделать. Я могу, конечно, ты вот у нас этот, по механике доты, а я по, просто по геометрии буду специалистом. Дело в том, что два героя, они не могут стоять ни в линию. Это просто невозможно. И действительно. Ну, просто там еще был, ну, они близко стояли. Он был рядом Трент, да. Но Сен-Кинг-то копает в линию. Да. И это им это привело. Он копнул в правильную линию. Вот если бы он копнул конем, как ходит конь, буквой Г, то мог бы еще и Трента зацепить. Но такого, к сожалению, Сен-Кинг не может делать. Или, к счастью, Трент уходит в инвиз. Очень вовремя. Undying. Сен-Кинг дает песок. А что он, Дэнг там вообще? На кого он цагрился? Вингу зацепили. Трент. Овергроз. Очень неплохой овергроз. Сен-Кинг дает подкоп. В одного ставится Тамба. Нужно захиливать Резоля. Резоль умирает. Умирает первым Резоль, вторым умирает у нас Флай. СФ раскастовывается, забирают Тамбу и в итоге минус все. Посмотри, какой артефакт на Фантом Лансере интересный. Я до этого не видел. Да, он купил Мом уже давненько и фармит с ним и дерется с ним. Для фарма очень неплохой артефакт. Да и вообще, в принципе, для Лансера вот этого нового, который именно вот, когда он атакует, он вот так вот выгрызается, он больше похож на какого-то там силовика, типа лайфстиллера там или, не знаю, кого-нибудь ликана. Он бежит за тобой и тебя пытается не отпустить, загрызть. Для него, конечно, Мом это не такое плохое решение. Ну, конечно, здесь куплено для того, чтобы фармить, прежде всего. А у Клопыка нету маны и, конечно, Момчик подрубаем и режем. маны, да. Маны на блинку у нее хватало. Да и урона, честно говоря, немного. Мом есть, урона нет. Т. У него есть урон по крипам. У него есть как раз таки Мом и топорик, чтобы как раз фармить алайны оставлять своим другим героям, например, тренд протектору, который хочет выйти в аганин. Так, ССФ. ССФ. Купище осталось. Мекки не хватило маны на Мекку. Этот неловкий момент, когда ты выживал бы, но... Причем толстый ССФ такой. Даже толстый. Но не хватило. Общий рисунок игры у нас несколько сумбурный. Но вот, в принципе, как, на твой взгляд, кому вообще выгоден вот такой вот хаос, который сейчас происходит? Все-таки им перцем и им приятнее в такую доту играть? Или все-таки здесь ПР выигрывает от таких разменов? Ну, глядя на героев, конечно, хочется сказать, что это выгоднее с НРНПРом все-таки, потому что у них два сильных относительно героя, которые могут за счет этого хаоса нормально камбэкнуться и пофармить. То есть, пока какая-то заваруха происходит, ССФ с ФЛом фармят шмотки. И фармят они довольно быстро. также есть Дерево и также есть Леон, который в Лейдгейме эти два героя очень хороши. А у имперцев, ну, как бы, тоже не самые плохие герои, особенно учитывая ауру дровки. Но все же, все же фармят немедленно и в минуте к сороковой я думаю, вот, может сложиться так, что если продолжится такая же движуха, а имперцы не смогут реализовать преимущество своего пять на пять файта и аегисов и прочих своих скиллов в убитых товарах и снесенных сторонах, то будет это для них очень плохо. Клопа, пока что Сайлент у нас не прощает. Забирает сверху фантом лансера вместе с вингой. Важнейший фраг. Снизу фортификация. Перетягивается сюда тренд. Бруда. Сайлент. Получает сама Сайлент. Тренд. ССФ раскастовывается. Привязывают андаенг, андаенг. С ПТшкой на гилити умирает. Увы, ах. СФ не отпускает его дроу рейнджер. Получает гекс. Нужно сбивать тамбуу Сенкинг. Копает по троим. Эпицентра нету. Но очень, очень скоро появится Сайлент от дровки в Кингера. Кингер на развороте дает стан. Ни в кого не попадает. Сайлент на Сенкинга. Бруда дает ему плевок и Резолюшн бежит дальше. Резолюшн просто не остановить его. Он идет дальше. Дает Сайлент. А мы на этот дает Сайлент. А у Квапы Сайлент. Вот оно в чем дело. Квапа уже подходит. И остается у нас только в инвизе сидящая бруда в паутине. Ну, по-моему, тут просто развал произошел снизу. Тут просто Резолюшн всех перестрелял. Как-то странно. На 20-й минуте Пэра против таких героев МПР драться никак не могут. Нападение на Квапу. Квапа. Астан отличный от Сенкинга. Ну, кажется, Квинов Пэйн не выживает. Да, Сенкинг. Эпицентр. И Фантом Лансер умирает. Минус 5. 2 в 5 размен. 2 в 5. И вышка. И Аегис все еще есть. Можно, в принципе, еще раз так подраться в следующий раз. Будет вообще замечательно. Вот если бы сейчас Квапа с Вингой на топе не убивали в своем лесу Фантом Лансера, то Пэры могли бы там как-то засплитить, отдали бы просто вышку, зная, что у врагов Аегис не стали бы с ними драться. А так и Лансер убит, и СФ получается в этой драке тоже убит, и вышку по итогам потеряли. Даже Аегис не сломали, не выбили. Так что у Пэров дела становятся хуже и к терпениям становится еще сложнее. Как ты оценишь стратегический ПТ на Агилити на Анда Инге? На Агилити? Ну, оно было в момент смерти, сейчас уже он переключил. Мне просто интересно, почему всегда вот это вот бывают какие-то ПТшки на Агилу. Там судорогов переключал, пытался маны себе раздобыть немножко. Он переключил, возможно, на Агилу, чтобы нажать стики, но вот у него же сейчас уже есть 7 стиков, это же явно, он их пытался дать до. Ну, а как бы у игроков, у многих профессиональных, я слышал, есть рефлекс, что перед тем, как заизвать стики, ты переключаешь быстренько ПТ на Агилу, а потом выгубаешь обратно на то, Сенкинг, копает Леона. Кингер захиливает его, но в итоге отпускает. Просто рефлекс перед всем захилом, перед любым, абсолютно, жми ПТ на Агилу. Ну да, вот он как раз это ПТ успел поражать на ловкость, а стики нажать не успел, поэтому у него как раз и было с ним стиков после Кракона. Родился. Такой момент, на самом деле, вот это, знаешь, как какая-то вот супер игра, когда у тебя уже есть какой-то приз, но если ты пойдешь в супер игру, ты его потеряешь, и если проиграешь в супер игру, а если выиграешь, то у тебя и приз останется, и супер приз. Потому что нажми стики просто, и тебе станет чуть получше. Но переключая ПТ на Агилити, ты снижаешь свои хитпоинты. Ты их не сильно снижаешь, если ты это делаешь на лоу хп. Если у тебя там 100 хп из 1300, то переключая ПТ на Агилити, То есть, все-таки это стоит делать? Ну, это стоит делать, Если тебе еще хочется установить ману, а у тебя есть скиллы, которые этой маной все-таки стоят. То есть в многом это еще делается не только для хп, но и для маны, чтобы тебе дать все остальные скиллы. А там как бы каждые 5-10 ман на вес золота. Поэтому это имеет смысл делать. Я даже вот честно говоря... Не, не то, чтобы я не задумывался. Я не видел тот момент вообще на самом деле. Может у нее кулдаун стыгл был. Может быть. Но вообще это... Я думаю, что все равно его забирали, потому что у нее маны вообще не было. А там урон был дикий. Но просто вот решил спросить. Увидел ПТ на гилете и решил спросить. Плая бьют. На развороте. Нет, никого не бьют. Свап трента внезапно. Трент, по-моему, не понял. Как так? Что произошло? Миды уже нет. Имперцам, к сожалению, некуда идти сейчас. Ну, к сожалению для них. То есть они как бы убили, но идти некуда. Потому что здесь больше ничего нет. Ну и они сразу идут... Нет, они... Слушай, они идут сразу. А как же... А как же китайская игра? Как же... А у них Аегис вот-вот пропадет. И, видимо, вот как вот Аегис пропадает. И... Ну просто нету дерева, нет его ульты. И знаю, что Брудах их далеко. А Брудах сосюги сейчас может умереть. Да, конечно, они абсолютно правы, что они идут вперед. Но это я так уже немного... Как бы этого многим не хватает. Вот так вот просто зайти и сломать, когда можно. Ну, да Парам просто нечем защищаться на данный момент. То есть у них СССР, СССР, с суппорты, там, Леон, с блинком, конечно. Ну, короче, дэмэджа у них не хватит под все... Зейблы и прочие дела. Рудмазер не особый герой для драки. Хороший. И у ПРов остается одна сторона. Там две вышки. Но с таким... Как бы с таким... Даже не могу сказать перефармом. Ну, перефарм уже, да, уже перефармом. Но здесь какой-то вот пошел аутплей, который начался. Да я даже не пойму, как он начался. Начался он с того, как были поставлены линии от имперцев. А были они поставлены просто замечательно. И даже на левел выше они думали, чем ПРы. Вот. И, собственно, уже аутплей на линиях уже продолжился тем, что ПРы не нападали на даблу снизу своими тремя героями, которые они могли это делать. И там у АПы в один момент было 20 крипов, когда 4 крипа было у ПЛ. Это недопустимо. Мне кажется, окончательно все стало плохо, когда... Курьер умер. Окончательно все стало плохо, когда вот они проиграли драку. Вот это вот, когда с Аигисом была дровка, и 5 в 2 поменялись. На дровку, нападение. Сенкинг дает стан. А, тут БКП. Вот, почему так Сенкинг самоотверженно у нас сыграл. В итоге он нас жива. До сих пор Дроу Рейнджер, но иллюзии не прощают. О, он переагрил иллюзии. Давай, до свидания. Дроу Рейнджер уходит. Минус 3, минус 4, минус 5. Винга умирает, Дроу Рейнджер уходит на 50 хитпоинтах. Да, и здесь, по-моему, две заветные буквы сейчас мы можем увидеть. Потому что все в таверне, байбек есть только у СФ, ГГВП. Егор, скажите, насколько вы оценили превосходство команды Эмпайр в первой игре по шкале в Миско? Откуда? В Миско. По шкале Миско? Где 10 это в Миско, а 0 это равная абсолютно борьба. Ну, где-то на 8,65. 8,65. Ну, в целом, в общем-то, все у нас было решено, как я понял, из расстановки линий, по твоему мнению. То есть вот это вот... Расстановка линий плюс плохая игра в начале на трипле.